Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальбин. Успешный запуск космической ракеты Falcon Heavy компании Elon Musk с использованием в качестве полезной нагрузки по дороге к Марсу его любимого спорткара Tesla обсуждается во всем мире. Естественно, мы тоже не могли пройти мимо этого события. Скользко в одной из наших программ мы уже говорили, а теперь мы будем только об этом говорить. И с нами на связи из Москвы блогер, популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Виталий, рад вас приветствовать. Добрый день! Добрый день! Виталий, вот когда эмоции улеглись, я тоже смотрел в прямом эфире. Это все было классно. Эмоции переполняли. Адреналин, все как надо. Так вот, после запуска все улеглось. И возник первый вопрос, что насколько верным будет утверждение, что запуск Falcon Heavy, запустив его, Musk ничего нового в принципе и не сделал. Все как было, так и есть. Но было шоу, рекламное шоу, замечательное шоу, интересное. И все. Моя знакомая, французская журналистка, у себя в фейсбуке написала по этому поводу, я процитирую, про запущенную Теслу не поняла. Признаюсь, это соцсоревнование на тему, кто дальше плюнет или у кого струя ту же. Здесь просто можно смотреть на это под разными углами. С точки зрения общественности, это действительно шоу. Если же смотреть с точки зрения инженерного дела, опять-таки, с точки зрения инженерного дела или с точки зрения космонавтики, это тоже не новизна. Да, это мощная ракета, самая мощная на сегодняшний день, в два раза мощнее существующих. Но в истории космонавтики были ракеты мощнее. Сатурн-5, на которых люди летали на Луну, энергия, на которой буран запускали. В общем-то и шаттл можно рассматривать, как сверхтяжелую ракету, выводящую более 90 тонн на низкую околоземную орбиту. То есть, все это больше, чем 60 тонн Falcon Heavy. Но можно посмотреть с другой стороны. С точки зрения компании SpaceX, которой 16 лет назад вообще не существовало, Энергия была намного позже, точнее, намного раньше, 30 лет назад. Компания, которая, во-первых, это сверхтяжелая ракета, не 100 тонн, конечно, но 60 тоже немало, созданная частной компанией. Никто ее у них не заказывал, никакое государство ее не оплачивало. Они захотели, и они сделали. Сейчас, причем Роскосмос делает сейчас примерно то же самое, только чуть мощнее, похожий Falcon Heavy под названием «Энергия-5». Роскосмос собирается построить через 10 лет. Только у него будет не две боковушки, а четыре боковушки. Вот буквально за несколько дней до пуска Falcon Heavy президент России Путин подписал указ о строительстве сверхтяжелой ракеты на базе ракеты «Союз-5». А «Союз-5» — это, по сути, российская копия того же Falcon, причем версии 2014 года. Так что, в общем-то, Роскосмос пойдет стопами Илона Маска в разработке своих ракет на ближайшие 10 лет. И здесь Маск, конечно, пионер в том, что он сам пошел туда. Ему это нужно не для того, чтобы помериться с длиной ракеты или толщиной с Роскосмосом или еще с кем-то. Ему это нужно, чтобы его компания, его инженеры набрались опыта в разработке сверхтяжелых ракет. На сегодняшний день такого опыта в Америке есть, там компании американские по заказу НАСА разрабатывают тоже сверхтяжелую ракету, СЛС. Но СЛС разрабатывают разные компании частями. Одна разрабатывает двигатели, вторая — топливные баки, третья — вторую ступень. И ни одна из них не обладает опытом полноценного создания всей ракеты сверхтяжелой. И одна компания в мире этим теперь обладает — SpaceX. И, собственно, для компании это, безусловно, прорыв. Ну и еще надо не забывать, что компания SpaceX частная, коммерческая, ее цель — зарабатывать деньги. И то, что мы видели, это не запуск Теслы, это не шоу. Мы видели рекламу нового продукта, с которым Маск выходит на рынок. И весь мир смотрел на его продукт. Если можно вспомнить, как запускали Ангару, тоже, по сути, новый продукт, с которым Роскосмос пытался выходить на рынок. Но ее смотрело намного меньше. Она делала то же самое. Она запускала двухтонную болванку в космос. Но Роскосмос, там все было гораздо строже. Там военные во всем это участвовали. С военного полигона запускали. Тут Дэвид Боуи играет. Да, и, конечно, рекламу просто о ракете Маска сейчас знает больше людей. А значит, больше вероятности, что ее закажут. Тем более, она в полтора раза дешевле Ангары. Хотя вывозит в два раза больше. Как раз, Виталий, вот как раз об этом я хотел спросить. Многие действительно говорят о том, что ракета Маска, она гораздо дешевле той продукции, которую сегодня выпускает тот же Роскосмос. Да и французы тоже подороже якобы делают. И что, дескать, с запуском этой ракеты Маск может отобрать у Роскосмоса значительную часть рынка по запуску коммерческих каких-то спутников, ракет и так далее. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, поскольку вы занимаетесь этой темой, это взгляд, точка зрения неких злопыхателей или все-таки объективная точка зрения? Ну, эта точка зрения немного опоздала. На самом деле, Маск уже отобрал рынок у Роскосмоса с 10 тяжелых диостационарных спутников. И Хэви ничего практически у нас не отнимет, потому что Falcon Heavy у нас ничего не отнимет у Роскосмоса в России. Потому что уже все отнял Falcon 9. 10 лет назад Роскосмос запускал 10 протонов с коммерческими спутниками, Маск запускал 1 Falcon с коммерческим спутником. Сегодня Роскосмос запускает 1 протон с коммерческими спутниками, или там 2 протона, а Маск запускает 10-15. И уже рынок ушел, и сейчас Falcon бьет в рынок не наш, он бьет другого своего конкурента, Ариан Спейс, компанию европейскую, которая держит рынок своими ракетами Ариан-5. Они послабее в Хэви, но они тоже могут запускать по 2 спутника, если российский протон, в какое-то время он был самым дешевым на данном рынке, запускает 1 спутник, Ариан-5 запускает 2. Но дороже стоит, да, стоит он порядка 150 миллионов, или там 160 миллионов, то есть в 2 раза дороже протона, и примерно в 1,5 раза дороже Falcon Heavy. Преимуществом Ариана по сей день остается его надежность. Это одна из самых надежных ракет в мире, несмотря на то, что на заре своего опыта она много побилась. Сейчас у Ариана 10 лет без аварийных пусков. У Роскосмоса каждый год что-то стабильно падает с 2003 года. У Ариана 10 лет без одной аварии, 80 ракет улетело, как часы, но только последняя улетела не туда. Но при этом она вывела спутник, хоть и не туда, по полной программе. Там они ошиблись, в общем-то, как с фрегатом, не те координаты вбили, и ракета улетела не туда. Ну, правда, не в океан, а просто на другое наклонение. Ну, не в том суть. Ракета отрабатывала хорошо. И у Маска, он тоже может, его ракета Heavy может 2 спутника, Ариан может 2 спутника. Heavy стоит дешевле. Но надежность неизвестна, только один пуск сделали. И на стороне Ариана по-прежнему надежность. Но у Маска хайп, то, что называется. Маск крутой. Он запускает родстеры в космос. И, конечно, многие спутникостроители, они точно такие же люди. Они точно так же любят красивую картинку. Они любят рекламу. И если спутникостроитель будет свой спутник запускать на Ариане, про это в новостях не скажут. А если он будет запускать на Heavy, про это расскажут гораздо больше. Любой спутникстроитель заинтересован в том, чтобы о нем говорили больше. И все знали, кто сделал спутник, что он будет делать. И это тоже важно. И это тоже конкурентная борьба Маска против всех. В России ничего, по-моему, не остается, как назвать следующую ракету Путин. И тогда будет успех. Тогда да, тогда хотя бы российские государства деньги повысят. Да, Виталий, я прочитал вашу статью, посвященную этой теме. И меня заинтересовала одна мысль, одна тема. Я позволю себе процитировать. У меня неоднократно спрашивали разные люди. Можем ли мы, Россия, повторить успех SpaceX? Технически можем. В конечном счете, посадка ступеней или сверхтяжелая ракета – это математическая задача. Математики у нас не перевелись. У нас перевелись мечтатели. Виталий, почему перевелись мечтатели в России? Ну, мечтателей, наверное, у нас хватает. И мечтать, каждый о чем-то мечтает, конечно. Но я говорю о мечте, которая становится путеводной звездой, путеводной целью. Королев мечтал. Королев мечтал обеспечить контакт людей с марсианами. Тогда он еще не знал, что там безжизненная пустыня. Тогда еще были надежды. И он мечтал об этом. О том же самом мечтал Вернан фон Браун. И эта мечта вела Королева, вела всех людей вокруг него за ним. И даже представители Политбюро, которые давали деньги в конечном счете на это, у них были, конечно, свои мотивы – безопасность, пропаганда и все остальное. Все понимали, куда все движется и куда все хотят полететь. И серьезные деньги на это выделялись. Сейчас же Роскосмос – это менеджеры. Менеджеры, они управляют некими активами, отчитываются о каких-то KPI. И они не мечтают, они не выполняют ничьи мечты. Они не зарабатывают денег в экономику, они только являются расходной статьей бюджета. Я недавно посчитал, что Роскосмос на иностранных контрактах зарабатывает примерно 25% из того, что он тратит. То есть все остальное 75%, что тратится Роскосмосом, дает российское государство. И они очень малую часть отдают обратно и возвращают в виде каких-либо выгод. Ну там, да, военные спутники запускают, это, конечно, здесь сложно посчитать выгоду. А сельское хозяйство практически не пользуется российскими спутниками. Даже в Яндекс.Картах нет спутниковых снимков с российских спутников. Спутники летают, они фотографируют. Даже неплохо, в общем-то, там ресурсы, метеоры сейчас неплохо стали летать, Канопусы запустили новые, они умеют снимать, они делают красивые картинки. Но они не используются даже в российских приложениях. Где-то там что-то используют, конечно, для муниципального управления, может быть, военные заказывают. Но вот для экономики никакой практической отдачи Роскосмос не дает. Но даже эксперименты на МКС точно так же, во-первых, они проводятся меньше, чем проводятся в Японии. У японцев раз в два года астронавты в космос летают, а у нас в постоянном режиме находятся. А экспериментов делают меньше, чем в Японии. И точно так же нет никто, ни один человек в России не скажет, не подойдет на кухне какой-нибудь штуки сказать, вот эта вот штука или аптечку откроет и скажет, вот эта штука разработана нашими космонавтами на МКС. Нет такой штуки, нет таких результатов деятельности наших космонавтов или нашей науки на МКС. Космонавты, они же только как лаборанты, они только выполняют чьи-то эксперименты. — Виталий, вы знаете, даже в подтверждение ваших слов могу сказать, у меня друзья, не буду говорить в каком городе российском, это не принципиально, они занимаются, как волонтеры, занимаются поисками мест захоронения советских солдат, неучтенных мест захоронения советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Так вот они для своих исследований, им нужно определить, где большие воронки, в больших воронках всегда были захоронения. Вот они снимки больших воронок из космоса берут у американцев, покупают у них. Не у Роскосмоса, у американцев покупают. Это отчасти подтверждает то, о чем вы говорите. Еще у меня, еще один вопрос. Главный редактор журнала «Национальная оборона России» Игорь Коротченко, достаточно известный человек, назвал запуск SpaceX крайне серьезным технологическим и политическим вызовом России. И далее, я его процитирую. Может он пошутил, конечно, не знаю. Нужен жесточайший контроль за расходованием средств, направляемых на развитие космоса. А то, что мы видим на космодроме Восточном, воруют миллиардами. С этим надо бороться бериевскими методами, брать и сажать пачками пожизненно. Вот на ваш взгляд, какова доля шутки в этой шутке? Мне кажется, это обычное упрощение, которое отрывается от жизни настолько, что просто действительно превращается в шутку. Легких решений здесь не будет. Дать денег Роскосмосу, начать расстреливать или сажать, отдать все частникам. Это лишь создают видимость простого ответа на сложные вопросы. Работа должна быть большая. И вот если возвращаться к предыдущей моей мысли про отсутствие мечтателей, прежде чем понять, зачем мы летаем в космос, точнее, это главная задача. Нужно понять, зачем мы запускаем ракеты, зачем мы собираемся лететь на Луну, что мы вообще там делаем в космосе. Вот отсюда нужно начинать. Мечтаем мы о Марсе? Окей, давайте мечтать о Марсе. Маск что делает? Он говорит, я хочу на Марс. Он не говорит, побежали все на Марс, не говорит, сдавайте мне деньги на Марс. Он говорит, я хочу на Марс. И реализует свою мечту. И за ним идут те, кто верят в то же самое, верят в его мечту и готовы поддержать его в этой мечте. И среди этих людей есть те, которые производят спутники, те, кому нужно их запускать, и те, которые готовы принести миллионные заказы Маску на запуск их коммерческих задач, наук в околоземном пространстве. Это бизнес-идея, которая работает на Маске. Это мечта о будущем, которая работает на сегодняшний бизнес Маска и обваливает бизнес Роскосмоса. И Роскосмосу нужна своя мечта. Причем мечта не искусственная такая. Вот мы будем мечтать о базе на Луне. Что она даст российскому народу? Что она даст пенсионерам, которые собирают по копейке или там в прямом эфире собирают деньги на дрова? Что она даст людям, которые ездят по разбитым дорогам? В России, в Москве, да, все хорошо с дорогами, в области хорошо. А выберись там куда-нибудь. Первый, Самара, Самара, космическая столица, вторая космическая столица России. Дороги там разбиты. Что людям Самары сказать, что вы получили от космоса? Вы продаете, там, недавно европейцы заказали 20 самарских ракет. Они им нужны, они заплатят за них. Но дороги в Самаре все равно разбиты. И что людям, которые ездят по этим разбитым дорогам, что им сказать, что они получат от этой Луны? Вот отсюда нужно начинать. Нужно четко понять для себя. На уровне государства, там, руководство государства, руководство Роскосмоса. Зачем мы летаем в космос? Маск решил для себя, зачем. Правильно это, неправильно. Нужно это человечеству, не нужно это человечеству. Маск, он частник. Он сказал, я хочу туда. Кто со мной, полетели. Роскосмосу в этом, конечно, сложнее. Он не может сказать, я хочу. Ему надо все равно как-то там, так или иначе, отчитаться о том, что куда деньги пойдут. Но вот эта мысль, идея. У Советского Союза это было. Советский Союз стыдировал в идеологии космоса. Советский Союз, советская космонавтика вела человечество в космос. Была программа Интеркосмос. Были, когда запускали там, хотя бы друзей по Варшавскому договору, но все-таки иностранные путники, иностранных космонавтов запускали. Был опять-таки Союз Аполлон, начало сближения противоборствующих держав в космосе. То есть было видно это движение. Строились долговременные станции, и мы говорили, что мы учимся долго жить в космосе. Цель была достигнута, мы научились долго жить в космосе. И это было видно, что тогда это был не Роскосмос, это Советский Союз. Он сказал, мы ведем человечество в космос. Заявил об этом и вел. И вот это внушало доверие и нашим космонавтам, и нашей стране, если мы говорим про соседние страны, так или иначе симпатизирующие нам. Виталий, последний вопрос, короткий ответ. Вы мечтаете полететь в космос? Я мечтаю сделать космос выгодным людям. Лично для себя я бы не отказался, но это не является моей мечтой. Я бы хотел запустить марсоход, запустить луноход. Но сам я скорее бы как в качестве туристической путевки когда-нибудь съездил. Просто я хочу, чтобы началось реальное освоение космоса, и оно начнется только тогда, когда космос станет выгоден людям. Дальний космос, Луна, Марс. И вот это, наверное, моя цель. Может быть, я не нашел ответа, как это сделать. Но вот моя мечта сделать космос выгодным. Дай Бог, чтобы таких, как вы, было в России как можно больше. Спасибо. Спасибо, Виталий, за это прекрасное интервью. Успехов вам и осуществления вашей мечты. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. Мечтайте. До свидания.